МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Калмыкии еженедельный выпуск международной информационной программы «Восточный альянс». В студии Айна Басхаева прямо сейчас мы готовы вам рассказать о новостях Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии, Китая и Монголии и коротко об основных темах нашей программы. В Иркутске злоумышленники травят животных, при этом применяют самые варварские методы. Кусочки колбасы набивают кнопками и иглами. В Бурятии в рамках проекта «Открывай возможности» при поддержке фонда президентских грантов детей с особенностями развития обучают различным ремеслам. В Чите завершился первый Забайкальский межрегиональный фестиваль танца. Три дня 350 лучших танцоров края из соседних регионов боролись за победу. Память о герое бессмертно. В Улан-Удэ установили монумент матросу Алдару Цидинжапову. Он ценой своей жизни спас более 300 сослуживцев. В Иркутской области злоумышленники варварски убивают животных. Правоохранительные органы начали расследование. Подробности прямо сейчас узнаем у наших коллег. Галина, здравствуйте. Задержали ли так называемых докхантеров? Спасибо, коллеги. Иркутская область принимает эстафету Восточного Альянса. Меня зовут Галина Соболева. Я и наши журналисты готовы познакомить вас с самыми интересными событиями нашего региона. Докхантеры снова в деле. В Иркутске только за последние два месяца несколько десятков собак попали к ветеринарам. Все эти собаки были отравлены. Уже полиция подключилась к выяснению всех обстоятельств. В страхе гуляют по паркам люди не только с питомцами, но и с маленькими детьми. Ведь и они могут попасть на удочку злоумышленников. Подробности ситуации выясняла Анастасия Шумилова. Это мопс по кличке Джози. Она беззаботно гуляет по парку, копошится в траве и опавших желтых листьях. И даже не подозревает, что в этих местах могут находиться таблетки. Безвредны для людей и смертельно опасны для животных. Так называемые докхантеры травят бродячих собак. Но под горячую руку попадают и домашние животные. Борцы с бездомышами не брезгуют даже самыми варварскими методами. Пичкают кусок колбасы кнопками, иглами, а теперь зелись из-за препараты, которые для собак являются сильнейшим нейротоксином. Отравление происходит при поедании или слизывании приманки. Первый признак того, что ваше животное отравилось, это вялость, шаткость походки, обильное слюное отделение, рвота. Далее уже развиваются судороги и коматозное состояние. Что делать, если вы увидели, что ваше животное что-то съело на улице? В первую очередь ваша задача дать какой-либо сорбент. Это может быть полисорб, это может быть энтеросгель, на крайнем случае активированную убыль. В том случае, если у вашего животного уже есть клинические признаки отравления тубозидом, ваша задача поставить внутримышечную инъекцию передоксина. Это витамин В6. Он является противоядием. Дозировки 5-15 мг на 1 кг веса животного. Нелюбимца каждая секунда на счету. Медлить нельзя. После оказания первой медицинской помощи животное нужно срочно показать врачу. В питомнике А9 в последнее время собак, которые все-таки наткнулись на отраву, привозят часто. Третьего мы уже перевели в приют, с ним все в порядке, мы его откачали. Одна из собак, вот я вам сейчас покажу, которая поступила 11 числа. Она была тоже в очень тяжелом состоянии. Вот он, пес, с 11 числа. Эй, помните, которого били судороги? Вот второй пес, который поступил 13-го. Его тоже откачали с 13-го числа. Тоже отравление тубозидом. Четырех лапых пациентов сюда привозят, в основном, из центра Иркутска. Пострадавшие исчисляются десятками. Да вот только спасти удается далеко не всех. Полиции предстоит еще разобраться, кто заказал хвостатом билет на операционный стол. Звонил отдел полиции седьмой и пятый по случаям отравления собак. Вроде бы они решили за это взяться. Вот сегодня новый случай, это Капкинский микрорайон. Давай сюда, куда? Да, гривай, прямо сюда, в сесту. Что мне нужно? Это что тут у нас? Нет, дай мне, дай мне. Нет? Нет. 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 Так, видимо, злоумышленники пытаются сократить численность безнадзорных животных. Согласно законодательству, собак отлавливают, вакцинируют, стерилизуют и отправляют в прежнее место обитания. Бездомных собак спасти некому, в отличие от домашних. И лучшее средство – обезопасить собаку, выгуливать на поводке и в наморнике. А самое главное – научить ее ничего не пробовать на улице. Сделать это можно разными способами. Дома положите на пол кусочек еды и при попытке собаки взять его, накройте его ладонью или ногой, так, чтобы собака не смогла его достать. Как только попытки достать лакомство прекратятся и собака посмотрит на вас, похвалите ее и угостите вкусным лакомством из ваших рук. Повторяйте это упражнение до тех пор, пока собака не начнет намеренно игнорировать еду на полу для того, чтобы получить угощение от вас. И после этого переходите к отработке навыка на улице. Заранее разложите приманку в тех местах, где ваша собака сможет ее обнаружить и при попытке поднять еду с земли остановите ее натяжением или рывком поводка. Как только внимание собаки переключится на вас, похвалите ее и угостите вкусным лакомством. Это упражнение рекомендуется отрабатывать ежедневно на протяжении как минимум одного месяца. Тогда положительный результат не заставит себя ждать. Также эксперты советуют выгуливать собаку в менее людных местах и не заходить на детские и спортивные площадки. Это все, о чем успели рассказать сегодня. Встретимся через неделю в Восточном Альянсе. Я передаю слово коллегам в Бурятии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Восточный Альянс» в студии телеканала «Тевиком» Мария Латышева. И сегодня я расскажу вам о событиях, произошедших в Бурятии за минувшую неделю. Ровно 11 лет назад матрос из Бурятии Алдар Цидинжапов ценой своей жизни спас более 300 сослуживцев. В его честь в Улан-Удэ установлен монумент. На Тихоокеанском флоте спущен на воду и успешно прошел боевые испытания. Корвет – герой Российской Федерации Алдар Цидинжапов. На днях в Бурятии почтили память героя. Память о герое бессмертна. В его честь в Улан-Удэ установлен монумент. Его именем названы улицы в Иркутской области и Забайкальском крае. Им гордится вся Бурятия, говорит матрос, который проходит службу на корвете, названном в честь героя Российской Федерации Алдара Цидинжапова. Я служил буквально шесть месяцев. После шести месяцев меня списали на малопротивоводочный корабль, где мне предложили подписать контракт на корвете Алдар Цидинжап. Я, конечно, согласился, так как для нас и, в общем, для жителей Бурятии – это большая гордость. Я этим горжусь. Она не смогла говорить и едва не заплакала. Ее брат отдал свою жизнь, спасая жизни 300 своих сослуживцев. Заместитель командира корвета Алдар Цидинжапов говорит, что они уже прошли все боевые испытания на отлично. Мы экипаж корвета, офицеры, мичманы, старшины, матросы. С гордостью носим его имя. Это наша честь и наш долг. Вечная память и слава герою. Юная армия, ветераны, боевое братство в этот день у монумента Героя России ежегодно собираются те, для кого Алдар Цидинжапов – гордость и честь. Ура! 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 Открывая возможности, особенных детей обучают различному ремеслу в ресурсном центре «Аватар». Мастера учат своих юных подопечных гончарному и столярному делу. Также открыты курсы по направлениям «Ландшафтный дизайн», «Юный кинолог» и «Юный ветеринар». Все подробности в сюжете моего коллеги Дмитрия Гомбоева. Название проекта «Открывая возможности» – первый городской каворкин для особенных детей и подростков. Осуществляется проект при поддержке фонда президентских грантов. Здесь, в ресурсном центре «Аватар» созданы и оборудованы столярная и керамическая мастерские. Здесь мы занимаемся гончарным делом. То есть гончарное дело у нас представлено сейчас. Я сижу за кругом и из глины, из комочка глины пытаюсь сделать какое-то изделие. То есть за счет центробежной силы. Собственно, здесь мы обучаем детей этому делу, этой профессии, ремеслу, очень древнему ремеслу. Помимо этого учимся лепить просто из глины. Обычные поделки, фигурки, развиваем моторику. То есть это очень полезно для здоровья, вообще для развития. Я хотел научиться лепить кружку, чтобы я из глины лепил. И чтобы я гончарный круг держал руками. И еще внутри хотел держать. Тебе это нравится? Нравится. Хочу лепить, потому что это очень интересно. Советую всем. И... Ну почему интересно именно лепить? И что тебя привлекает? Меня привлекают всякие инструменты, круги, то есть вазы. Это очень красиво получается. То есть черепашки, жирафики, всякие рыбки. И фигуры можно лепить динозавриков, кого-то еще и животных, может насекомых. Для детей также организованы курсы собаководства, ветеринарии и ландшафтного дизайна. Обучение началось в июле и продлится ровно год. Есть и первые успехи. На фермерском фестивале уже были реализованы изделия из керамики. А некоторые торговые компании заказывают здесь мебель, столы, стулья и табуреты. Всего обучается в центре около ста детей. Мы хотим, чтобы наши дети, допечные, с особенностями развития, с заболеваниями определенными, имели возможность зарабатывать на свою жизнь в будущем. Мы даем им ремесло в руки. В частности, занимаясь керамикой, занимаясь кончарным делом, ребенок может изготовить что-то, что может в дальнейшем продать. Мы это ставим на первое место. В ближайших планах у организаторов разработка рекламной стратегии. Ну а все желающие уже сейчас могут приобрести изделия из керамики, так и предметы мебели в центре «Аватар». Расположен он на улице революции 1905 года в здании фонда «Здоровье Бурятии». Дмитрий Гомбоев, Восточный альянс, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Читы. Спасибо большое коллеге. Зрители программы «Восточный альянс» приветствуют Забайкальский край в студии Вера Садулина. И прямо сейчас мы готовы поделиться с вами самыми интересными новостями нашего региона. Общественный транспорт запустит до зоопитомника Амодова и обратно. Добраться до рукотворного уголка дикой природы уже в ноябре смогут посетители зоопарка и местные жители, которым станет еще удобнее ездить в город и обратно. Какие еще сюрпризы готовят сотрудники Амодова на осенне-зимний период, на месте узнали мои коллеги. Давайте его отпусти. Лизнул? Лизни меня. Уникальное место, раскинувшееся в лесном массиве на площади в 12 гектаров. Все это зоопитомник Амодова. В ближайшем будущем и без того немаленькую территорию парка планируют увеличить еще на 170 тысяч квадратных метров. Кратно увеличится и животное разнообразие. Появится возможность разгрузить, наконец, городской зоопарк. Поэтапно перевозить копытных уже начали. Дело в том, что до 1 января 2022 года все зоопарки нашей страны должны пройти лицензирование. И так как очень мало места в Читинском зоопарке, в городском зоопарке, конечно, копытных животных мы стараемся уже перевозить сюда. Безусловно, здесь есть, вы сами видите, большое количество плюсов. Это свежий воздух, это большие территории, на которых, безусловно, нашим животным гораздо комфортнее проживать, чем в городе. Опять же, в этом году мы все находимся в условиях реконструкции зоопарка. Мы благодарим администрацию города и Забайкальского края в том, что они оказывают нам помощь. В том, чтобы мы развивались, росли, отстраивались новые львады, вольеры и так далее. В условиях, приближенных к дикой природе, в питомнике обитают сегодня до тысячи видов. Это и хищники, и грациозные копытные, и птицы. Все лето и осень здесь параллельно с экскурсионными программами велась большая стройка. Старожилам увеличивали жилплощадь. Для новых постояльцев из тесных городских условий справляли новоселье в свежеотстроенных вольерах. Иди, иди, какая молодец-то. Для вас что угодно, зайчика принесли. Мы сейчас проводим большую работу, подготовительную, организационную работу по проектированию строительства на территории зоопитомника крупных вольерных комплексов для перевозки, в первую очередь, хищных животных. Это медведи, волки, лисы, то есть фауна Забайкальского края, наша местная фауна. А что касается копытных животных, мы практически закрываем в этом году наши потребности, за исключением животных, которых необходимо будет содержать тоже в вольерах. Это олени пятнистые, им нужен более плотный забор. А такие, как верблюды, ламы, яки, козы, лошади, они уже все здесь живут. Мы стараемся создать условия максимально приближенные к естественным условиям среды обитания. Они приезжают сюда домой, а дома всегда хорошо. На территории зоопитомника этим летом появился ветеринарный пункт, необходимые хозяйственные помещения и долгожданное кафе с теплыми туалетами. Все для того, чтобы сделать пребывание гостей максимально комфортным в любое время года. Все, кто проживает в многоквартирных домах, вынуждены сталкиваться с громкой музыкой, животными и прочими заботами своих соседей. Но жителям дома номер 4 по улице Полина Осипенко не повезло больше других. О том, почему люди в своих квартирах уже год чувствуют себя как в общественном туалете, расскажем в нашем сюжете. О, боже мой. По стояку вот это все идет ко мне. В результате удушающим запахом нечистот вынуждены дышать все соседи. Так я устроюсь, потом мы оплодим, конечно, ремонт и порядок будет. А как давно не платите за коммунальные услуги? Ну вот полгода с полугодниками. Полгода? А не, они пришли, перекрыли просто воду, чтобы лишний раз не страхнули. Однако, по данным официального запроса «Водоканал Чита», водоснабжение в этой квартире не отключали, поскольку причин для этого связанных с задолженностью или ремонтными работами не было. Ну вот она пока работала, Галя, мать его, они вроде дверь поставили, окна поставили, все. А потом она перестала работать, и все у них, все пошло. Они за квартиру не платят, ни за квартиру, ни за свет, ну вообще ни за что не платят. В квартире проживает 80-летняя женщина с сыном. Галина сейчас на пенсии. Ее сын нигде не работает, ждет вакансию дворника. Учился на строителя, но из-за проблем со здоровьем трудиться по профессии не получается. И пока Олег находится в ожидании работы, соседи вынуждены терпеть запахи, исходящие из этой квартиры. Но все не так безнадежно. В Краевом управлении по правам человека уже сталкивались с подобным случаем, впоследствии которого судом было принято решение о выселении жилплощади собственника квартиры в Чите. Прецедент был создан. У нас есть самый основной закон Конституции Российской Федерации. Граждане обязаны пользоваться жилым помещением, не нарушая права других лиц. В случае, если граждане, даже являясь собственниками, относятся к занимаемому помещению бесхозно и нарушают права других лиц, ну например, содержат большое количество животных, либо не пользуются коммунальными услугами, и, соответственно, все это влияет на благоприятные условия проживания других лиц, то такие лица, которые пострадавшие от действий таких недобросовестных граждан, они правят первое – обратиться сначала в Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю с заявлением о проведении проверки. И, соответственно, после проведения проверки будет решен вопрос о привлечении данного лица к административной ответственности. В ближайшее время жители этого подъезда намерены обратиться в Управление Роспотребнадзора, чтобы призвать соседей к ответственности. Мы будем следить за развитием событий в этом доме. Анастасия Сажина, Константин Васильев, Восточный альянс, Забайкальский край. В Чите завершился первый забайкальский межрегиональный фестиваль танца «Манула Дансфест». Три дня в забайкальской столице около 350 лучших танцоров края и соседних регионов боролись за победу и обменивались опытом. На галоконцерте побывала наша съемочная группа. На площадке фестиваля танца «Манула Дансфест» – самые сильные, целеустремленные и полностью поглощенные этим искусством молодые люди Забайкалья и близлежащих регионов. Драйв и конкуренция зашкаливают. Василина Власова родилась в Чите и свое знакомство с танцами начала в коллективе «Серпантин» в пять лет, куда ее привела бабушка. Несколько лет назад она переехала в Иркутск, поэтому для нее эта поездка в Читу особенная. Я вообще местная, я здесь родилась, и мне вот именно приезд сюда из Иркутска с командой, именно этот момент очень эмоциональный и впечатлительный. Очень поражает, наверное, масштаб мероприятия, потому что, мне кажется, такой организации очень давно не было. Очень хорошая польза в том, что судьи потом дают обратную оценку вашему выступлению и могут поделиться своим мнением. Формат фестиваля позволил участникам не только продемонстрировать свое творчество на сцене, но и помериться профессионализмом и характерами во время бадлов, а также поучиться. Нам очень нравится, что мы можем проявить себя, можем посетить бесплатные мастер-классы, на которых нас смогут научить очень многому. Мы можем получить огромное количество положительных эмоций и зарядиться энергией на простоящий учебный сезон. Мы посетили различные мастер-классы, например, мастер-классы Светланы Лутошкиной в стиле джаз, мастер-классы победителя шоу-танца на ДНТ Алексея Мечетного, мастер-классы Алексея Симбы. Все они разные направления представляют, но каждый из них дает что-то свое, и в целом они составляют колорит нашего направления, нашего искусства. Коллектив «Станция-75» работает в стиле хип-хоп. Фестиваль «Манула Дансфест» объединил коллективы, специализирующиеся на современных направлениях. Я буду железнодорожником, но танцы я не собираюсь писать, потому что это как хобби у человека. Кто-то любит рыбалку, кто-то любит готовить, кто-то путешествует. Мое – это танцы, это мое хобби, оно мне нравится, я не могу без него. По итогам фестиваля было принято решение сделать Забайкальский межрегиональный фестиваль танца «Манула Дансфест» ежегодным, чтобы хореографы имели возможность регулярно повышать свое мастерство и обмениваться опытом в Забайкалье. Танцевальная культура сегодня – это такой системный феномен, который позволяет молодым людям выбирать между тем или иным хореографическим направлением. Потом, почему именно танцевальная культура, почему хореография? Потому что сегодня это как раз тот самый социальный маркер, который как раз и показывает востребованность региона и качество его культуры для тех, кто сегодня в тренде. Для детей, для подростков, для молодежи. То есть вот это очень важно. Победителями в разных номинациях стали команды 38 плюс 1 из Иркутска, RRJ из Улан-Удэ и дуэт читинцев Дмитрия Богаченко и Алексея Саполева. Для Расадулина Константин Васильев, Евгений Нафигов. Восточный альянс Забайкальский край. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я же с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Алисты. Спасибо, коллеги. Много интересных событий происходит в разных регионах страны. И это на сегодня все, о чем мы успели вам рассказать. Смотрите международный выпуск информационной программы «Восточный альянс» в эфире национального телевидения «Калмыкия» каждое воскресенье в 19.00 на 21 кнопке в IPTV «Зеленой точки» и Ростелекома и на официальном аккаунте в Инстаграм надкалм.ру и риакалм.ру. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин